Таран Трио 29 апреля в Пинске стартовал чемпионат Белоруссии по дрифту. На первом этапе выступили пилоты из Белоруссии, России, Украины, Литвы. В числе участников и пинчанин Денис Крещевский. Яркие моменты соревнования в нашем сюжете. 29 апреля в Пинске дали старт чемпионату Белоруссии по дрифтингу. На первом этапе в списке допущенных участников оказалось 26 фамилий. Среди них 6 представителей России, 4 украинца, 3 пилота из Литвы. Пинчане скрестили пальцы на удачу за Дениса Крещевского. Заможки по внутренней линии, по такой же линии его догоняет Гочи, чуть-чуть отстаёт. В конце первой дуги подъезжает в зоне перекладки. Гочи отрабатывает по максимуму синхрон и приклеивается к своему сопернику. Пинчанин Денис Крещевский. Автомобили в полной боевой готовности. Пилоты нацелены только на победу. Улыбнется ли фортуна? Тот ещё вопрос. В самый разгар соревнований улыбнулась, но с издёвкой пошёл дождь. Смыла и большую часть зрителей. В непогоду на старте оказался Ниссан Дениса Крещевского и БМВ украинца Александра Косогова. За этим полуфиналом пинчане следили, затаив дыхание. Ух, как широко и красиво ставится Денис Крещевский. По внутренней проектории Косогова его догадает. Очень хорошая агрессивная постановка была в исполнении пинчанского пилота. Чуть-чуть не дотянулся внести клиппинг-зоны. Денис Крещевский по результатам этого заезда побороться за награды не смог. Погодные условия. Трасса была местами лужи, местами сухой асфальт. У меня получилось, я ехал, передние колеса стянуло обмокрую поверхность и я выпрямился. Организаторы отмечают, что уровень пинского пилота за минувший год вырос. Денис оттачивает свой скилл вообще с каждым годом все сильнее и сильнее. Он едет все круче и круче. И вот тут ему совсем чуть-чуть не хватило. Он проиграл за выход в топ-4. То есть совсем полшажка. Я думаю, я прям не думаю, я уверен, что на протяжении всего этапа он себя еще проявит много раз. В борьбу за призовые места вступили Гедемина Слевицкас, Дмитрий Нагула и Сергей Кабаргин. В финале дрифтовать пришлось под проливным дождем. Но, как говорится, сильным фортуна не только улыбается, она им еще и подчиняется. По результатам заездов в финале выступили Сергей Кабаргин и Дмитрий Нагула. Нагула одержал две победы в четырех заездах. Кабаргин ошибался на перекладке, выехал за пределы трассы. В результате гродинец Дмитрий Нагула победил. Уже второй заезд я, в принципе, когда проехал, так на 90%, понимал, что я скорее всего выиграл. Сегодня автомобиль отработал как часы, но два предыдущих дня. Меня подвело два моих автомобиля. Были шансы, что я вообще не поеду. Но вот благодаря ребятам, кстати, некоторыми из Пинска, ночью полечили машину. И она, в принципе, сегодня достойно себя показывала на трассе. Пилот из Санкт-Петербурга Сергей Кабаргин – второй. Литовец Гедемина с Левицкас – третий. Для многих болельщиков вопрос, кто же поднимется на высшую ступень пьедестала, был открыт до последнего. Делю пилотов более на белорусских и на иностранных, которые там приезжают. То есть Россия, Литва, Латвия. С белорусских мне больше всего нравится Дима Нагула. Он сегодня выиграл, я этому рад. Но кроме Димы Нагула есть пилот, который мне больше нравится. Это Сергей Кабаргин. Он сегодня занял второе место. Но тут я тоже рад, но не очень рад. Все понравилось, все было круто. Погода чуть-чуть была не очень, но все прошло отлично, понравилось. Мы каждый год ездим почти на все чемпионаты. Болели за Нагулу, за Сергея Леонидовича. И да, ожидания оправдались. Дрифтинг в столице Полесья был непредсказуемым. Сегодня было много неожиданностей, когда пилоты не столько выигрывали, сколько и проигрывали их соперники. То есть в первом заезде они вроде бы выигрывают, а во втором заезде просто совершают очень сильную ошибку и дают победу. Вот таких заездов было много. Было очень непредсказуемо, потому что тех сходов много. Это в принципе традиционно для первого этапа. После зимы новые машины, новые настройки и часто что-то ломается. Так, например, действующий чемпион Сергей Сак проиграл пилотам из Киева и Санкт-Петербурга и быстро выбыл из гонки. Рев моторов в Пинске утих. На очереди Могилев. Уже 20 мая пилоты снова вступят в борьбу за чемпионство. На протяжении многих лет в Музее боевой славы Днепровской военной флотилии на базе средней школы номер 2 бережно хранят память о моряках героической Днепровской флотилии. И в этом году, накануне Дня Победы, чтобы еще раз напомнить школьникам о боевом подвиге моряков, в музее организовали цикл тематических мастер-классов. Помогал музею в этом Сергей Атрощенко, который в свое время подарил целую коллекцию макетов боевых кораблей времен Великой Отечественной войны. Интерактивный урок в музее – отличный способ познакомить детей с историей. И именно такой формат вызывает у ребят неподдельный интерес. В средней школе номер 2 города Пинска накануне празднования 9 мая провели целый цикл таких занятий. Чтобы быть востребованным новым поколением, музей должен быть живым. Живым не только в смысле поиска каких-то новых экспонатов, но и живым в поиске новых форм работы, новых методов работы, которые бы позволяли непрерывно держать детскую аудиторию. В прошлом году Музей боевой славы Краснознаменного ордена Ушакова первой степени Днепровской военной флотилии получил большой подарок от моделиста Сергея Владимировича Атрощенко – коллекцию макетов боевых кораблей. Так завязалась крепкая дружба. У нас прошел мастер-класс с Сергеем Владимировичем. В прошлом году мы с ним познакомились. Он нам подарил несколько кораблей, сделанных своими руками. Мы ему предложили провести мастер-класс с детьми. Он с легкостью откликнулся. И вот сегодня в преддверии 9 мая это уже второй мастер-класс. Он провел его с учащимися 7-го А-класса. Ну и мы планируем в преддверии 9 мая провести несколько мастер-классов с учащимися нашей школой. Во время интерактивного занятия ребята вспомнили о боевых подвигах моряков-героев Днепровской флотилии, а также сами смогли поучаствовать в создании уменьшенной копии корабля. Согласно чертежам, одна мачта, фок-мачта, вторая мачта, гроб-мачта. Впереди видите специальный такой выступ для отрепления парусов. Это называется буш-прит. Мне на этом уроке очень понравилась сначала история кораблей, как они были с самого начала, как их делали из тростника. Затем они плавно переходили все больше размера, начинались какие-то новые технологии, как-то лучше они всегда становились. Еще мне очень понравилось, как мы делали корабли, это было очень увлекательно. Мне очень понравилась история некоторых героев нашего города, я очень горжусь за них. Для Сергея Владимировича создание копий кораблей – это не просто хобби. Это часть его жизни, его прошлое и настоящее. И, как полагает моделист, и будущее. Так как я служил в отряде, это преемник Днепровской флотилии, и историю Днепровской флотилии изучал очень плотно, корабли в Днепровской флотилии плотно изучал. И поэтому пришел к такому выводу, что им для их музея лучше, конечно, иметь свою Днепровскую флотилию. Город Пинск – единственный в Беларуси город, в котором был военно-морской флот. И помнить об этом важно. Сергей Владимирович предложил учащимся, чья школа носит имя героев Днепровской флотилии, 9 мая провести акцию «Бессмертная флотилия». Построили вот такой вот корабль, построили такой бумажный корабль. Я хочу, чтобы этот корабль присоединился к геройской бессмертной флотилии. Кто такой бессмертный полк, вы знаете. А вот существует еще такая бессмертная флотилия. Она существует в городах, у которых очень развит военно-морской флот. Наш город Пинск славится тем, что в Беларуси это единственный город, в котором был военно-морской флот. И вот на этом корабле, сбоку, я напишу, герой Советского Союза, младший лейтенант Чарли. И пускай такие корабли в день 9 мая спустятся на воду и пройдут, строим, уникавечим память тех ребят, которые отдали жизнь за то, чтобы вы учились, за то, чтобы вы хорошо жили, за то, чтобы у вас все было очень хорошо. География выступлений молодого белорусского коллектива «Таран Трио» широка. Этой весной не оставили без внимания и пинских слушателей. Звуки баяна, перкуссии, бас-гитары. В исполнении «Таран Трио» будут услаждать слух жителей столицы, городов Франции и Бельгии. Но сперва – Пинск. Сцена детской музыкальной школы коллективу «Таран Трио» уже знакома. В этом году состав обновился. К Анатолию Тарану Александру Ефремову присоединился Владимир Бегер. Коллективу всего два года, но молодость только на руку. Музыканты не боятся экспериментировать, ведь только так можно найти свой неповторимый стиль. Мы не стоим на месте, все время размышляем, двигаемся в плане репертуара, ищем, в поисках бесконечно находимся новых каких-то элементов. Я в бесконечном поиске нахожусь с какого-то своего лица, что ли. Пока еще не нашел. Исполнительское мастерство баяниста Анатолия Тарана в свое время оценили по достоинству жюри конкурсов в Бельгии, Италии, Германии и Португалии. Удалось завоевать симпатии придирчивых китайских слушателей. Там, чтобы тебе аплодировали, то нужно постараться, потому что в основном уходишь за кулисы под топот каблуков. Но чтобы уже их, не знаю, нужно прям залезть в душу, чтобы их цепануло. Одаренность музыкантов была очевидной пинчанам. Для одних выступление стало вдохновением и мотивацией, для других – отдушиной. За полтора часа игры Тарантри удалось буквально обогнуть земной шар. Звучат африканские ритмы и европейские гармонии. Мысленно на другом континенте, в столице джаза. Немного балканских мотивов. Перед глазами – долины и живописные горы Юго-Восточной Европы. В репертуаре есть место и современной музыки. Каждая нота играется со стопроцентной отдачей. В одобрение – ритмичное покачивание головой и, конечно же, аплодисменты. Республиканский турнир по вольной борьбе снова собрал юных спортсменов во Снежицах. На соревновании в памяти председателя колхоза, дважды героя социалистического труда Владимира Антоновича Ралько, приехала команда украинских борцов. Радость побед и горечь поражений запечатлела наша съемочная группа. Спортсменов из разных городов Белоруссии, представители Украины, принимали оснежицы на республиканском турнире по вольной борьбе. Участвовали ребята 2002-2009 года рождения. Во Снежицах цель уложить соперника на лопатки не только у мальчишек, но и у девчонок. Нам приехало 120 участников на турнир. Заявлено 10 команд. Это команды города Пинска, оснежицы наша команда. Город Пинск представлены двумя командами. Средняя школа номер 18 и стюшер номер 5. Также приезжие команды. Это команда города Слуцка, Минская область, город Брест, Столин, агрогородок Федоры, Бережное. Еще приехала команда Украины из города Тернополя. В соревновании памяти председателя колхоза «Оснежицкий» дважды героя социалистического труда Владимира Ралько состоялись в третий раз. Поддерживает инициативу Валерий Кулешевич, нынешний директор ООО «Оснежицкая». Очень приятно, что «Оснежицкая земля» принимает самых-самых-самых лучших по больной борьбе маленьких наших спортсменов. Конечно же, еще их имена не звучат так громко, как наших заслуженных спортсменов, которые защищают честь нашей синьоркой на чемпионатах мира Европы Олимпийских игр. Но я уверен, что эти фамилии когда-то зазвучат, и мы будем гордиться тем, что они принимали участие именно в этом соревновании на нашей «Оснежицкой земле». Один из таких примеров – Дмитрий Ермольчик, который в 2015 году занял пятое место на чемпионате мира по борьбе среди кадетов. С напутствием тренера на ковер в схватках участвовали девятилетние мальчишки. В голове только одна мысль. Думаю, что я хочу выиграть. Команду спортсменов из Тернополя белорусы оценили как достойных сильных соперников. Мой папа и моя мама очень хотели, чтобы я был очень сильным. И они меня отправили на этот спорт. У меня всего девять медалей и один кум. Просто белорусская борьба – очень сильная школа борьбы, и для нас сюда очень интересно приезжать. Потому что в Европе мы чувствуем себя сильнее, там не очень так борются. А здесь уже есть с кем посражаться, и нам это очень приятно. Мы растем, мы растем, когда приезжаем в Беларусь. На ковре судьбы решают секунды. Удачный бросок – результат многочасовых тренировок. Годами отрабатывались захваты, перевороты, подсечки. Кроме этого техники падения и самостраховки. Осознавая всю важность тренировок, для ребят соревнования – самый важный момент в занятиях спортом. Там можно заработать призы, можно хорошо бороться и научиться новым приемам. Меня завел друг, когда я видел, как он хорошо бороться. Потом я захотела точно так же бороться и пошел на болезнь. Хозяева соревнований – команда «Снежиц» в фаворитах. Спортсмены стали обладателями 12 наград. А на сегодня у нас все. Впереди вас ожидает прогноз погоды на ближайший день. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Первого мая в Беларуси переменная облачность. Кратковременные дожди в отдельных районах Грозы. В Бресте днем плюс 24, ночью плюс 17. В Витебске по прогнозам днем плюс 25, ночью плюс 14. В Гомеле днем плюс 24, ночью плюс 14. В Гродно на термометре днем плюс 22, ночью плюс 16. В Минске днем плюс 24, ночью плюс 16. В Могилеве температура воздуха днем плюс 24, ночью плюс 14. Первого мая в Пинске ожидается переменная облачность. Днем и вечером возможен дождь. Ветер юго-западный от 4 до 6 метров в секунду. Днем плюс 26, ночью плюс 15.